Будет ли в Казахстане 12 класс? Хватит ли школьникам учебников? И как экономия бюджета отразится на образовании? Министр образования и науки Аслан Саренджипов отчитался о работе ведомства на расширенном заседании коллегии. Не обошлось без нареканий. В частности, заместитель премьер-министра Бердебек Спарбаев отметил неэффективность внедрения дуального образования и проучил главному педагогу страны решить наболевшие проблемы министерства. Подробнее в материале Бульнара Трусуновой. До заседания коллегии считанные минуты. Аслан Саренджипов показывает заместителю премьер-министра научные проекты. Все они инновационные и, безусловно, полезные. Правда, Бердебек Спарбаев посетовал, когда же опытные образцы будут воплощены в жизнь. Под таким проектом пригласим, например, кто там, Миниэнерго, Миниэнерго, там Министерство Ирландной индустрии, индустрии, или там Казахстан Пром, Казахстан Пром. Есть такие проекты, которые здесь занимаются, остаются опытными еще. От советов к замечаниям. Свой отчет главный педагог страны начал с достижениями министерства. Решены проблемы 50 аварийных школ. 10 казахстанских вузов вошли в топ-400 лучших университетов мира. А в 280 колледжах с успехом внедряются элементы дуального образования. Участвуют в этом процессе более трех тысяч предприятий. Правда, ответ министра Бердебека Машбековича явно не устроил. Уже, по-моему, четвертый год мы занимаемся внедрением дуального образования в систему образования Казахстана. Где результат конкретный? Я вот посмотрел, по вашим данным, 280 колледжей участвуют. С охватом студентов 21 тысяч. То есть это получается всего 2%. За три года 2%. Когда мы всех переведем на эту систему обучения. По поручению главы государства, министерство представит новые предложения по стандартам среднего образования в течение месяца. Не остался в стороне и больной вопрос современных школ, учебники. Родители жалуются на количество, а учителя на качество. Правда, министр уверен, с обеспечением учебников проблем в этом году не будет. В начале учебного года все будут пользоваться учебниками. Здесь главный вопрос к нашим коллегам из регионов, чтобы местные бюджеты заложили достаточно средств на контингент по графику фондирования. Четыре класса есть, чтобы на всех 100% заложили деньги. Не забыли и о малышах. В ближайшие два года за счет средств нацфонда и ресурсов бизнес-структур будут построены 36 детских садов на 20 миллиардов тенге. Правда, экономить все-таки придется. По словам министра, государство намерено оптимизировать расходы на обучение студентов по программе «Булашак». Сограничения программы «Булашак» не будет. В рамках программы стажировок мы рассматриваем возможность языковой подготовки здесь, в Казахстане. Это даст нам экономию средств порядка миллиард-два миллиарда. Переход на 12-летнее образование будет продолжаться в рамках нового стандарта. Его министерство подготовит до конца года. Как пояснил Аслан Саринжипов, стандарт 1 плюс 11 будет включать 11 классов плюс год предшкольной подготовки.